Этот мост ждали 43 года. Перебраться с одного берега на другой можно было либо по зимнику, либо по понтонной переправе. И почти всегда с опасными приключениями. Наконец, река Надым перестала быть труднопреодолимым препятствием, и новая двухполосная трасса встретила своих первых пассажиров. Сейчас преодолеть капризную Северную реку можно за 6 минут. Раньше при хорошем раскладе на это уходило от 30 до 40 минут. Долгожданный мост возвели за 4 года. Чтобы уложиться в срок, строители работали в любых погодных условиях. Материалы, в основном отечественные, поставлялись из Тюмени, Челябинска, Омска и Кургана. Несмотря на сложности с финансированием, на свет появилась двухполосная трасса протяженностью более 1300 метров и весом около 9000 тонн. Ребята, они строили и тогда, когда не было денег, и надо отдать им должное. Они с этой задачей сегодня справились, и мы мост построили. Мост через реку Надым – один из ключевых участков проекта «Северный широтный ход», который не зря сравнивают с дорогой жизни для ямальцев. Мы сейчас взяли и соединили Надым с большой землей, со всей большой Россией. А для всего Уральского федерального округа, конечно же, это основной проект. Значение моста переоценить сложно. Люди уже строят планы. В магазинах продукты станут дешевле. Да и в отпуск на своей машине можно поехать в любое время. В отпуск – это однозначно. Мы до этого пытались на машине ездить, но это было намного труднее, потому что все равно дорога была плохая. Мы начинали ездить еще на машине, когда совсем дороги не было. Не только жители ждут, ждут и предприятия, которые теперь смогут беспрепятственно попадать с одного берега на другой. Все будет хорошо, и надеемся, что наш город будет еще сильнее процветать, и будет все у нас классно. Сегодня, благодаря мосту через реку Надым, Ямал сделал еще один шаг в реализации стратегически важных арктических проектов. В перспективе «Северный широтный ход» соединит Северную и Свердловскую железные дороги и обеспечит транспортную развязку к порту Сабета и Севморпути.